В Хабаровске на станции Красная Речка из-за скопления вагонов произошла значительная задержка поездов. Пути общего пользования заняты грузовыми вагонами с гуманитарным грузом. Овощи, продукты питания, зерно предназначены для дальневосточников, пострадавших от паводка летом 2013 года. Два грузополучателя никак не забирают свой груз. Данные секции стоят с 11 числа. Это секции, рефсекции, которые с гуманитарной помощью в виде овощей и продуктов питания. Скоропортящийся груз. По сути дела, за один день можно, говорю, обработать две рефсекции. Это 10 вагонов. На данный момент в их адрес на станции Красная Речка проставят 12 вагонов. Однако компания-получатель ООО «Транспортная» не спешит выгружать скоропортящийся товар. Техники и людей, которых привлекла компания для разгрузки, явно недостаточно. В 12-м часу дня к разгрузке рефсекции ещё даже не приступали. Водители большегрузов стояли в ожидании работы. При этом каждая машина совершает в день только один рейс. По одному рейсу больше не получается. Здесь грузят, потом приезжаем на склад и очень долго стоим. Там склады такие, что машина туда в склад не заходит. К воротам вклакнули, становимся и всё. А там они носят. Я говорю, что на расстоянии 50-70 метров. Заложником ситуации стал другой получатель – племптицезавод Хабаровский. Правительство Еврейской автономной области попросило принять на станции их гуманитарный груз, который обязались вывезти до 31 декабря. Всего чуть больше двух тонн. Аналогичный договор был подписан с Хабаровским отделением «Общероссийский Красный Крест». Но договорное зерно никто не вывез. Ситуация осложнилась тем, что на станцию прибыли ещё вагоны с зерном для самого завода. А у нас элеватор сегодня принимает 8 тысяч тонн. Сегодня на станции стоит на сей час, вот я сейчас разговаривал, 87 вагонов. Из них 10 вагонов в адрес Еврейской области, 9,5 вагонов. Остальное – наши вагоны. Сегодня его сыпать некуда. Сегодня мы несем дополнительные затраты, как и по железной дороге, автомобильному транспорту. Автомобили мы возим на временные площадки хранения зерна, то есть из Красной речки возим на Некрасовку. Там есть склады, там высыпаем на временной охране. Потом придётся нам переводить обратно. Чтобы зерно начали забирать те, кому оно предназначено, надо дождаться, когда будет подписана разнарядка на его распределение пострадавшим от паводка хозяйством. Инна Хламова, Алексей Игнатьев, Хабаровск.